И любимцы, начальный курс. Норвежский терьер. Норвежский терьер. Маленький, оживленный и хитрый. Это низенькие маленькие терьеры с хорошенькими лисьими мордочками. Благодаря своей внешности и способности к обучению, эти малыши популярны в Голливуде и в телерекламе. Среди известных поклонников этой породы топ-дизайнеры интерьеров Джонатан Адлер и Бетти Лу Филлипс. Однако за этими крошечными терьерами тяжело ухаживать. Щенки этой породы рождаются путем кесарево сечения. У них небольшие пометы, поэтому щенки более крупные. Нам приходится вытаскивать их путем хирургического вмешательства. Норвежский терьер прибыл в Америку из Восточной Англии. Некоторые считают, что их предками являются ирландские терьеры, хотя достоверной информации нет. Их разводили как амбарных крысоловов. Позже использовали, чтобы выгонять лис из нор. Этих маленьких дерзких собачек было легко переносить. Во время охоты их ставили на землю. Они бывают своевольными. Терьер компенсирует малые размеры своим характером. Не путайте энергичных очаровательных терьеров с декоративными собачками. Вы не сможете взять норвежского терьера, пить чай и беседовать с подругой. Норвежских терьеров иногда путают с тесно связанными с ними норфолкскими терьерами. Но их различает одна физическая особенность. Остроконечные стоячие уши. У норфолкских терьеров лисячие уши. Единственная отличительная черта этих двух терьеров. Верхний слой шерсти толстый, грубый. Под ним мягкий подшерсток. Средний рост 25-30 сантиметров. Средний вес около 5 килограммов. Эти крохотные щенки самые маленькие из терьеров. Дизайнеру Лиле Роуз и ее псу Стичу очень подходит старинная поговорка. Мало золотник да дорог. Эта поговорка точно описывает Стича. Знаете, Стич своего рода любимчик. Со своими 25 сантиметрами роста и 7 килограммами веса Стич – любимчик мира моды. Модели всегда хотят видеть Стича, когда бы они не пришли. Стич очаровывает всех знаменитостей своим упорством, щегольством и лисией мордочкой. И весело живет. Лора Буш – одна из ярых поклонниц. Его обожают бывшие первые дочери Барбары и Джена, Маришка Харгитай, Зои Сальдана. Его очень любит Кирстен Белл. Как вы догадываетесь, Стич живет в стильной квартире площадью более 500 квадратных метров в деловой части Нью-Йорка. Стич определенно управляет всем. Он делает все, что захочет. Вот о чем мечтает собака. Красный ковер в туалете. Обеденный стол, исчезающий в полу и открывающий больше места для бега. И лифт для Стича – его собственное средство передвижения в квартире. Стич не ходит по лестнице и не думает, что когда-либо будет. Ну, если только там будет ковер. Нет, он не хочет ходить по ступеням. Пойдем, Стич. Стич не всегда жил в городе. Он начал жизнь на ферме в Техасе. Лила взяла его в возрасте пяти месяцев. Я влюбилась в него. Этот деревенский пес не знал, что делать в Нью-Йорке. Он никогда не видел бетона, привык только к траве. Стич всего боялся. Всегда сопровождая Лилу, он хорошо проводит время. Стич ведет сказочный образ жизни. Он сопровождает меня повсюду, где бы я ни была. Каждый день Стич едет с Лилой по Манхэттену на трехколесном велосипеде на работу в швейный квартал. Люди видят его и все время спрашивают, не выпрыгивает ли он. Я отвечаю, что тогда ему придется ходить пешком. Конечно, не выпрыгивает. Его рабочий день оживлен. Он приободряет всех в офисе. Утро Стич проводит со швейами. Обеденное время он проводит со мной. Ему нравится сидеть на рулонах ткани. Если на полу лежит рулон ткани, Стич обязательно попытается устроиться удобнее в нем. Плечо нужно приподнять. Этот модник все держит под контролем. Ну, Стич Пух, посмотри. От примерок моделей до совещаний. Однако он не только проводит время в трудах. Дома его ждут вечеринки. Стич явно животное для вечеринки. Определенно его любимая часть вечеринки – собирать еду с пола. Многие позавидовали бы той роскоши, в которой живет этот пес. Но в своей привязанности он верен натуре терьера. Больше всего Стич любит просто быть рядом с Лилой. Ездить на велосипеде, везде ходить. Стич – мой первый ребенок. Он присутствовал на всех важных этапах моей жизни. Стич – мой маленький друг. Как и Стичу, норвежским терьерам подходит жизнь в квартире. Но они полны энергии и не хотят просто сидеть. В целом, эта порода здоровая. Но помимо кесарево сечения, они предрасположены к проблемам со спиной, заболеваниям глаз, верхних дыхательных путей и расстройству деятельности органов дыхания. Ухаживать за норвежскими терьерами непросто из-за их шерсти. Их нужно регулярно вычесывать и водить к грумеру на ручное удаление верхнего слоя шерсти. Они выдергивают отмершие волоски. Эта процедура дороговата, и на нее уходит много времени. Эти собаки энергичны и проказливы. Но дрессировка легка, если знать основные правила. Они должны знать, что вы главный. Норвежские терьеры добры к детям. Они хорошие питомцы. Но их нельзя заводить, если в доме есть маленькие животные, которых можно легко принять за добычу. Итак, норвежский терьер – маленькая активная собачка, которой подходит квартира при условиях регулярных тренировок. Эта порода относительно здоровая. Уход за ними потребует участия специалистов. Терьеры подойдут семьям с детьми, но не семьям с маленькими животными. Субтитры создавал DimaTorzok